Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 26 июня, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 9, стихи с 6 по 19. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израилетяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, «В Исааке наречется семя тебе». То есть, не плотские дети суть, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А Слово обетования таково, «В это же время при еду и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Иакова я возлюбил, и Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу Мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Ты скажешь мне, «За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла Кремлина. И вот мы уже в девятой главе данного послания. И здесь важно отметить сразу один очень важный аспект. В своих посланиях апостол Павел обращается к очень многогранной и абсолютно немонолитной аудитории. И в своих посланиях он пытается, и это успешно у него получается, выходит, он обращается к разной аудитории, с разным культурным, религиозным багажом. И в этом смысле наше современное общество отличается от того общества. Это естественно, это понятно, с этим никто, думаю, спорить не станет. И наше христианское сообщество, несмотря на какие-то внутренние разногласия, внутри самого православия, оно более монолитно, в рамках, по крайней мере, русской церкви, нежели тогда находилась церковь. Потому что еще не были сформированы традиции, богословия и так далее, и так далее, и так далее. Были только начатки предания, которые еще даже не совсем отделились от ветхозаветных, от чисто сугубо иудейских представлений. И поэтому в посланиях апостола Павла мы можем встретить аргументацию, как исходящую из логики уже новозаветной, но также мы можем встретиться еще и аргументацию, которая устроится на мышлении ветхозаветном, если очень упрощая. Но это чуть-чуть забегая вперед, когда мы будем говорить о неком предопределении Божьем, мы поставим это в кавычки, потому что над этим словом было сломано немало копий. Понятно, что православное учение, конечно же, не признает никакого предопределения в деле спасения человека, но здесь апостол Павел, еще раз повторюсь, обращается скорее к людям с ветхозаветным мышлением, которое не допускало возможности свободы выбора у человека. Одна из таких парадигм мышлений зафиксирована в одном из течений ислама. Если вы почитаете внимательно Рубаи Амара Хаяма, то вы увидите как раз таки вот эту внутреннюю напряженность поэта, который не хочет признавать абсолютную детерминированность человека от Бога и как бы ведет с ним некий спор. Но это уже другой разговор. Итак, «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется семя тебе». Вообще вот в этом отрывке, где апостол Павел ссылается на Ветхий Завет, и понятно, что он обращается к иудеям, потому что язычники, язык и христиане, они зачастую не всегда были сведущи в всех тонкостях Ветхозаветной истории. Для них был скорее, для празелитов был скорее важен нравственный аспект. Поэтому, если бы Павел обращался именно к ним в данном случае, то он бы скорее обращался к закону Моисееву, то есть к заповедям и так далее, нравственным, либо об отношениях человека и Бога. Здесь же идет сугубо история израильского народа. И вот, что здесь говорится, о том, что «не плотские дети – судь дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Это очень важная фраза. Это 8 стих 9 главы. И что он нам говорит? Что на самом деле, вспомните, у Авраама был Исаак, сын, но не он был, должен был наследовать все то, что нажил Авраам, потому что чисто юридически, по светским законам, не он первенец. Первенец кто? Правильно, Измаил. Но в этом не было воли Божьей. Это не… Измаил был сыном человеческого произвола, человеческого желания, но Исаак был сыном обетования, поэтому именно Исаак наследует благословение и обетование Авраама. То же самое происходит дальше. Иаков, у Исаака рождается Иаков и Исаав, и еще до того, как они могли бы каким-то образом пред Богом себя проявить, еще в утробе матери было дано обетование. Сревекою, как раз таки здесь сказано, сревекою было то же самое. 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Но здесь идет речь не о ненависти, это тонкости перевода, здесь идет речь о предпочтении. Бог избирает. И дальше как раз таки идет эта речь о том, о чем мы с вами говорили. Что Моисею кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И это было камнем предпровения, что крайние протестанты говорили о том, что вот, это же факт предопределения и так далее. Но это речь идет о конфликте иудеев, о их представлении. В их представлении именно Бог всем управлял. И если ты ведешь праведную жизнь, Он тебе дарует, почитайте притчи, например, если ты ведешь себя праведно, то ты получишь награду на этой земле. Новый Завет говорит уже нечто иное. у нас награда за пределами земного существования. И как раз таки и говорится здесь о том, что мы не можем заслужить своими деяниями прощения от Бога. Нет таких дел, которые бы поставили тебя выше того греха, который пришел в мир через Адама. Это может сделать только другой новый Адам, и этот Адам есть Христос. И для иудеев было важно это понять, что для Бога важно именно сыновство по обетованию. А это сыновство по обетованию мы получаем только через Иисуса Христа, потому что на это воля Божия. Такая довольно-таки сложная для нас сегодня не совсем понятная схема, но тогда для иудеев это было необходимо, чтобы они это уяснили. Будем молиться Бога, будем спасаться и веровать в Святую Троицу Господа нашего Иисуса Христа, воздавать Ему славу, честь и хвалу, поклоняться в духе и истине. Всем радости воскрешим Господи и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подзяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...